Шпиц является представителем огромной группы шпицев, общим признаком которых является заостренная морда, острые стоячие уши и свернутый в кольцо, запрокинутый на спину хвост. Все это очень старинные породы, известные еще в древности, и их происхождение очевидно выведено от торфяной собаки. Тысячелетнее общение с человеком сделало из шпица очень умную, преданную хозяину и его и недоверчивую к посторонним, а потому являющуюся хорошим сторожем собаку. В Чехословакии разводятся три вида шпицев, признанные в качестве самостоятельных пород, в связи с чем, начиная с 1965 года, им могут независимо присваивать звание кандидата международного чемпионата красоты. Это шпиц большой, вольфшпиц и шпиц миниатюрный. У них имеется единый стандарт, и они отличаются только по величине или по окрасу. Все три вида шпицев немецкого происхождения и их чистопородное разведение было начато в конце прошлого столетия. Основой их разведения были широко распространенные шпицеобразные собаки в Померании и в Южной Германии, из которых со временем сформировались отдельные разновидности. В настоящее время шпицев можно встретить во многих странах мира. Это очень старинные породы, известные еще в древности, и их происхождение, очевидно, идет от торфяной собаки. Подобные собаки встречались археологом и в районе Ладожского озера. Шпицеобразные собаки были широко известны в древних государствах Риме, Урё, Греции, Китае, некоторых других странах, а также в Сибири. Наибольшую популярность они приобрели в средневековье в странах Северной Европы, Дании и Голландии, Германии и Прибалтике, где шло формирование современных пород шпицев. Более крупные шпицы служили для охраны двора и хозяйских построек, барж и небольших судов. Полагают, что крупные шпицы произошли от смешения с северными лайками. Мелкие шпицы до конца девятнадцатого столетия были одной из наиболее распространенных пород декоративных собак. Маленьких шпицев часто держали знатные особы в качестве любимцев и компаньонов. Сегодня разнообразие цветовых и ростовых вариантов шпицев предоставляет большую свободу выбора поклонникам этих собак. Основные моменты и интересные факты. Померанский шпиц является членом семейства собак, неофициально известного как группа шпицев. Образцы померанского шпица были показаны в США еще в 1892 году, но официально они не были засекречены до 1900 года. Померанский шпиц – потомок ездовых собак Исландии и Лапландии. Померанский шпиц не был хорошо известен до 1870 года. В 1911 году американский клуб померанских шпицев провел свою первую специализированную выставку. История породы. Считается, что померанский шпиц произошел от немецкого шпица. Также считается, что порода получила свое название от региона, известного как Померания, который расположен в северной Польше и Германии вдоль Балтийского моря. Хотя эти места и не являются местом происхождения породы, этой области приписывают разведение, которое привело к оригинальному померанскому типу собак. Надлежащая документация и стандарт отсутствовали до появления породы в Соединенном Королевстве. Раннее современное упоминание о померанской породе датируется 2 ноября 1764 года в дневниковой записи в книге Джеймса Басуэла о Гранд Турне. У француза была померанская собака по имени помер, которую он очень любил. Потомство померанского шпица и волка, выведенное торговцем животными из Лондона, обсуждается в романе Томаса Пеннанта «Путешествие в Шотландию» с 1769 года. Два члена британской королевской семьи повлияли на эволюцию породы. В 1767 году королева Шарлотта, супруга короля Великобритании Георга III, привезла в Англию двух померанцев. Названные Фибии Меркьюри, собаки были изображены на картинах сэра Томаса Гейнсбора. На этих картинах была изображена собака крупнее современной породы, по сообщениям, весом в 14-23 килограммах, но с такими современными чертами, как густая шерсть, уши и загнутый на спину хвост. Королева Виктория, внучка королевы Шарлотты, тоже была энтузиастом и основала большой питомник. Одной из ее любимых собак был сравнительно небольшой померанский шпиц, которого она, возможно, назвала Виндзорс Марка. И, как сообщалось, он весил всего 5,4 килограмма. Когда она впервые выставила Марка в 1891 году, померанский шпиц меньшего размера сразу стал популярным, и заводчики начали отбирать только более мелкие экземпляры для разведения. Сообщалось, что за время ее жизни размер померанского шпица уменьшился на 50%. Королева Виктория работала над улучшением и продвижением померанской породы, импортируя померанцев меньшего размера разного окраса из разных европейских стран, чтобы добавить в свою программу разведения. Королевские владельцы в этот период также включали Жозефину да Багарне, жену Наполеона и короля Соединенного Королевства Георга IV. Первый клуб породы был основан в Англии в 1891 году, а вскоре после этого был написан первый стандарт породы. Первый представитель породы был зарегистрирован в Соединенных Штатах в американском клубе собаководов в 1898 году и признан в 1900 году. В 1912 году два шпица были среди трех собак, которые пережили затопление Титаника. Померанский шпиц по кличке Леди, принадлежащий мисс Маргарит Хейс, сбежал со своей хозяйкой в спасательной шлюпке номер 7, в то время как и Элизабет Баррет Ротшильд взяла своего питомца в безопасное место, вместе с ней в спасательной шлюпке номер 6. В стандарте, опубликованном в 1998 году, померанский шпиц включен в стандарт немецких шпицев вместе с Кесхант Международной кинологической федерацией. Согласно стандарту породы шпицев очаровательны и имеют уникальную характерную дерзкую внешность. Внешний вид. Собаки с лисией мордочкой участвуют в выставках. Как таковых типов у померанов нет. Никаких медвежьих кукольных и так далее просто не существует в природе. Данные типы придумали уже владельцы этих собак. У стандартных померанов, согласно описанию, мордочка достаточно вытянутая, глаза миндалевидные, узкая нижняя челюсть. У померанского шпица встречается 11 окрасов. Черный, черно-подпалый, шоколадный, рыжий с чернью, оранжевый, кремовый, голубой, голубо-подпалый, белый, двухцветный и шиншилловый. Голубой и голубо-подпалый окрасы считаются вне стандарта. Высота в холке 16-21 см для сук и 18-22 см для кобелей. Вес примерный, может быть больше или меньше, 1,9-3,5 кг. Отличительные черты характера. Миниатюрный шпиц обладает веселым игривым нравом, отличным слухом и преданным характером. В этой породе замечательно соединились декоративная внешность и бойкий характер. Несмотря на малый рост, шпицы могут за себя постоять, они не пугливы и даже отважны. Шпиц любит движение, он всегда за прогулку и игру, и никогда не выберет диван. С ним можно до бесконечности кидать мячик или палку, этот пушистый комочек будет в диком восторге. Физические нагрузки нужны шпицу не только для развлечения, но и для здоровья, сказывается его прошлое. Также собака иногда любит полаять. Померанский шпиц может без устали играть с детьми, активен и энергичен, но в то же время не доставляет особых хлопот, так как слушается своего хозяина. Эта порода отличается сообразительностью и преданностью, а также желанием угодить хозяину. Померанский шпиц хорошо поддается дрессировке. Шпицы могут быть очень упрямыми, поэтому дрессировать их надо с раннего возраста. У них есть склонность к доминированию, собаки пытаются подчинить себе и человека, и более крупную собаку. Проявляются нотки эгоизма. При появлении нового питомца может быть проявление агрессии, недовольства, но при одномоментном заведении хорошо уживается с другими животными. Содержание и уход. Ожидаемая продолжительность жизни померанского шпица составляет от 12 до 16 лет. У хорошо ухоженной собаки, соблюдающей диету и с подходящей физической нагрузкой, будет мало проблем со здоровьем. И если его поддерживать в хорошей форме, шпиц – крепкая собака. Шпиц понятлив, но все же нуждается в постоянной дрессировке, так как без нее он станет непослушным, вредным и агрессивным. В пять месяцев он легко усваивает все необходимые команды. Шпиц сам прекрасно ориентируется в ситуации и делает все, чтобы заслужить одобрение хозяина. Шпицев категорически нельзя стричь, разрешена только легкая окантовка по породе. При постоянных стрижках нарушается структура шерсти, постепенно исчезает остевой волос, прежнюю шикарную шубку в некоторых случаях бывает вернуть уже невозможно. Возможно развитие такого заболевания, как аллопеция X. При правильном уходе и регулярном вычесывании собака не будет линять и раскидывать шерсть по дому, оставлять ее на мебели и коврах. Выпавшие волоски застревают в плотном подшерстке, а оттуда их можно аккуратно удалить щетками. Померанского шпица нужно научить ходить на поводке с самого раннего возраста и научить приходить, когда его позовут. Важно, чтобы шпицы не прыгали с дивана или кровати, так как они могут повредить суставы или даже сломать кость. Помы внимательны и очень умны, они могут преуспеть в собачьей активности, такой как ловкость, ралли и послушание, или работа в качестве собак-терапевтов. У породы есть проблемы со здоровьем, свойственные многим собакам, хотя некоторые проблемы такие как дисплазия тазобедренного сустава, редки из-за легкого телосложения шпица. Они склонны к ранней потере зубов, поэтому рекомендуется сухой корм. Помоны являются одной из пород с наименьшим средним размером помета, причем различные источники дают количество от 1,9 до 2,7 щенков на помет. Цена и как правильно купить. Померанский шпиц – удовольствие довольно дорогое. Сейчас эта порода находится на пике популярности, поэтому цена на породистого щенка будет соответствующей. В среднем за карликового питомца придется отдать около 2000 долларов. Речь идет о животных со всеми документами и племенными родителями. Такие собаки готовы к выставкам. Белые шпицы самые дорогие. Рыжие и черные могут стоить около 1700 долларов США. Если говорить о стандартных питомцах, то такую собаку можно выбрать до 1,5 тысячи долларов. Если вам просто нужен щенок в качестве домашнего питомца, то можно взять чистокровную собаку, но без документов. Цена на таких собак не превышает 700-800 долларов США. Важный факт, следует учитывать, что документы на собаку нужны не только для участия в выставке. Если собака будет транспортироваться в другие страны, то документы на нее оформлять в любом случае придется. Итог. Шпицы – великолепные собаки-компаньоны. Очень умные, преданные хозяину и его семье, бдительные и недоверчивые к посторонним, что также делает их хорошими сторожами. Они очень понятливы, легко дрессируются, быстро выучиваются выполнять различные трюки. Шпицы любят полаять, в основном для того, чтобы привлечь к себе внимание любимого хозяина. Они общительны и дружелюбны, хорошо уживаются с другими собаками и животными. Шпицы любят движения, длительные прогулки, с удовольствием плавают, веселые и жизнерадостны и остаются такими до самой старости. Это собаки-долгожители. Шпицы выносливы и неприхотливы. Шерсть их требует относительно несложного регулярного ухода. Характерно для шерсти шпица то, что она никогда не сваливается.